Не каждый житель нашей республики может увидеть горы Ингушетии с того ракурса, с которого их видят участники Всероссийского фестиваля байсджампинга. Несколько часов восхождения, томительное ожидание ясного безоблачного неба и, наконец, долгожданный прыжок. Каждый год география участников фестиваля расширяется. Нашу республику посещают и представители дальнего зарубежья. По словам организаторов фестиваля, горная Ингушетия просто идеальна для проведения подобного рода мероприятий. Восемь лет подряд приезжаем в Ингушетию, в Джирайский район. Открываем много новых мест, новых гор, откуда прыгать. Вот сегодня эта гора уже достаточно традиционная. Здесь уже было прыжков, наверное, 100-150 сделано. Всегда все было отлично. Вот завтра поедем уже на новую гору. В байсджампинге масса тонкостей и нюансов, незнание которых может привести в лучшем случае к серьезным травмам. После прыжка спортсмены свободно парят, лавируя между каменными стенами. Крылья раскрывают не сразу, они позволяют им выполнять всевозможные трюки. Когда до земли остается совсем немного метров, спортсмены открывают свои парашюты и плавно приземляются. Парашют раскрывается перед приземлением, то есть за 150-200 метров. Ну, вообще, чем больше, тем безопаснее. То есть, если можно раскрыться повыше, нужно раскрыться повыше. Но некоторые линии не позволяют открываться слишком высоко, потому что ты должен лететь вдоль рельефа. То есть, сначала пролететь маршрут, который ты хочешь, а потом уже сделать взлет небольшой, чтобы сбавить скорость и открыть парашют. Многие из бейсеров в Ингушетии далеко не впервые. Каждую из вершин, с которых совершают прыжки, они изучили досконально. Здесь вообще все прекрасно. В Ингушетию я лично приезжаю с 2014 года. По-моему, только один раз пропустил. Прекрасное место, потому что до этого все ездили прыгать за границу. Там Италия, Швейцария, Альпы. Потом вот нашли у нас такое. Прекрасно, что можно своей родине, своей стране прыгать. Причем здесь горы и экзиты, то есть точки, с которых мы прыгаем, и линии полетов, они не менее интересные, чем в Альпах. А некоторые даже более интересные, например, Столовая гора, вот когда ты прыгаешь в ущелье, такого я больше нигде не прыгал, нигде не видел такого. Если позволит погода, участники фестиваля совершат еще несколько прыжков с других точек. Хороший прием Ингушетия уже обеспечила. А удастся ли получить дозу адреналина, зависит уже от самих экстремалов. Тамилан Хамхоев, Рахман Суров, Новости 24.